Привет, рада вас видеть на своем канале. Вы мне часто задаете такой вопрос. Таня, а как ты выглядишь в повседневной жизни? Как ты красишься? Какой у тебя макияж? Как ты наносишь тональный крем? Какая у тебя прическа? И я решила вам ответить на эти все вопросы при помощи видео, конечно же. Я сделаю цикл видео, я решила сделать не одно видео, а разделить на несколько частей. И в первой части, конкретно в этой, вы увидите то, как я наношу тональный крем, как я делала коррекцию, румяна наношу в своей повседневной жизни. Во второй части видео, вы увидите, как я делала макияж глаз и губ. И в третьей части видео, вы увидите то, какую я прическу ношу практически ежедневно. Ну что, начнем? Я возьму два оттенка тональной основы от Art Deco, для того, чтобы создать идеально подходящий оттенок моей кожи. Я их буду смешивать на руке, для того, чтобы предварительно разогреть тональную основу, и в таком случае она ляжет более ровно и более тонким слоем. Наношу тональный крем, я продвигаюсь сверху вниз. Никогда я не распределяю точечный тональный крем по всему лицу, потому что в таком случае он может лечь неравномерно. При нанесении тонального крема на лицо я использую три техники. Сначала я наношу тональный крем вбивающими движениями, после чего распределяю его по лицу круговыми движениями и закрепляю результат поглаживающими движениями. Таким образом достигаю максимально невидимого результата на коже или эффекта второй кожи. Продолжение следует... В качестве консилера я буду использовать все ту же тональную основу от Ardeco, но уже в более светлом оттенке. Она замечательно справляется с небольшими неровностями на коже вокруг глаз, а также придает изумительное свечение. Далее я возьму метеориты. Да, этот аромат очень поднимает настроение с утра. Буду наносить я их при помощи плоской кисти от Dior. Она идеально подходит для этой цели. И наношу я эту пудру легкими поглаживающими движениями. Кожа становится очень бархатной и матовой. Далее я возьму свой любимый бронзер Hula от Benefit для того, чтобы подчеркнуть скулы. Мне кажется, это выглядит очень женственно и красиво. Главное не переусердцевать. Также бронзером я подчеркну линию подбородка, а потом это все хорошо растушую. Следующий шаг румяна. Я возьму персиково-розовый оттенок из лимитированного набора и буду наносить их поверх бронзера для создания натурального румянца. Следующее, что я использую в своем ежедневном макияже, это хайлайтер для того, чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим. Наносить я его буду при помощи пальца, на область вокруг глаз, на косточку и также над верхней губой. Продолжение следует... Продолжение следует...